Доброго времени суток, мой дорогой зритель. Я очень рад, что ты зашел именно на мой канал, кликнул по этому видео. Я думаю, ты насытишься полезной информацией, узнаешь всего много нового. И, конечно же, не забудешь глянуть ссылочки в описании. Все они весьма информативные, и там присутствует очень много живого общения. Если ты, конечно, сам проявишь инициативу. Ну что ж, приятного просмотра. Хотелось бы, конечно, этот ролик еще сделать давно-давно. Мотивация появилась только сейчас. И желание людей сделало свое дело. Если рассматривать что-то либо таргетно, то это все можно отследить в плейлисте. Не ленитесь и обязательно посмотрите. Ну и комментарии, конечно же, с вопросиками различными также можете оставить. Как и обещал, после подведения итогов в ВК-группе по голосованию, первым видосиком из двух имеющихся текущих тем будет видосик по Голдфарму. Ну что ж, пришла пора стряхнуть пыль с персонажей на Дракономоре, так как это первый мой сервер, и изначально вся Голда фармилась там, потом она перетрансферилась. Не будем о грустном. Фарм в любимом месте. Какие у нас есть любимые места по фарму? Открытый какой-то фарм. Ну, такое себе, да? Что-то на ауке, какая-то манипуляция. Нет. Гарнизон. Слава гарнизону. В Драконоре очень были актуальны гарнизоны, я тратил на них все свое свободное время, изучил всю их инфраструктуру, и после нерфа в припатче Легиона стало весьма грустно на самом деле на них фармить. Чистое золото, которое можно было получать с заданий соратников, в принципе, было подавлено в ноль. Вместо них появились ресурсы гарнизона. И сейчас мы просто-напросто пройдемся по всем персонажам, глянем, какие там в текущий момент интересные награды есть, что можно построить весьма интересного для получения голды, и постараемся примерно посчитать, сколько всего можно с этого извлечь золота. Полезно ли это вообще, стоит ли этим заниматься, пассивно ли это все идет до сих пор, или же нужно проявлять какую-то прям обалденную активность с целью того, чтобы лутать хорошее количество голды. Изначально, зайдя на сервер Дракономор, я зашел на аукционного своего персонажика, и аукцион уже отсканировал. Те цены, которые будут писаться на предметах, в принципе, актуальны. Сервер не особо многочисленен по количеству людей, так что цены тут могут, конечно же, отличаться от тех, которые на гордуне. Что мы получили? Вещицу для археологии, вещицу якобы из рейда, очень актуальную, конечно же, в основном 685 уровня предмета, но да ладно, не будем о грустном. Синяя вещица, ресурсы гарнизона весьма полезные, о них мы еще поговорим. Вещица из верховного молота, ящики с утелем, которые можно будет в дальнейшем вскрыть, и первобытный дух. С целью того, чтобы добиться такого отображения меню, и с целью того, чтобы добиться хорошего отправления соратников, мы используем аддоны MasterPlan и Geysen Mission Manager. Какие квесты нам нужны? Какие квесты нам, в принципе, будут полезны? Те, которые идут на шмот соратникам, уже не особо актуальны. Те, которые идут на нефть, в принципе, тоже. Срочное завершение заказов на лавку самоцветов тоже ни к чему. Апекситы тоже ни к чему, поэтому мы их игнорим, кликаем правой кнопкой. Все, все квесты на апексит заигнорены. Что мы хотим? Археологию. Хорошо. Можно закинуть тайник Ограф, потому что это тысяча ресурсов гарнизона, ресурсы покупают с целью того, чтобы построить гарнизон, с целью того, чтобы сделать полеты в Дреноре для последующей прокачки твинков. Футляр для сертификатов переобучения соратников. Там находится итем, который позволяет менять свойства соратников, их способности или особенности. Об этом мы еще поговорим. Так как у меня все с этим хорошо, я квест отправлять не буду. Ну, отправим на вещицу. Здесь отправим на вещицу. По фуллам отправим на ресурсы. Все, что сможем. Просто нажимая правую кнопку. Отправим на, собственно, срочное выполнение заказов в мастерскую начертателя. Ну и получается все. Мы все сделали. Жмем левую кнопку и отправляем задание соратников. Все хорошо. Вскроем эти сундучки, которые пришли. Добавим в список утеля вещицы с помощью аддона Scrap и назначенной клавиши действия. Ну и все. Теперь мы можем это спокойно продать. Здание, которое нам нужно построить в гарнизоне. Казармы – очень полезное большое здание, так как при третьем уровне увеличивает максимальное количество соратников на 5 единиц. Вполне неплохо, вполне отлично. Позволит в большем количестве отправлять задания соратников. Второй большой слот можно занять, ну, как вариант, с тойлами, так как первый уровень позволяет взаимодействовать с какими-либо объектами, не слезая с маунта. Это весьма полезно. Среднее здание. Обязательно хлев, так как на нем будет строиться, можно сказать, абсолютно весь пассивно-активный фарм. Также мы строим таверну с целью того, чтобы раз в неделю, а именно в среду сбрасывается этот кулдаун, мы будем брать соратника. С особенностью – профессиональный мародер с целью того, чтобы увеличенно получать ресурсы гарнизона с заданий соратников. Малые слоты весьма просты. Мы строим мастерскую начертателя с целью того, чтобы делать любимые карты и получать краски сражений. Склад утиля также строим с целью того, чтобы с заданий соратников получать ящики с утилем. Третий малый слот на самом деле под вопросом. Раньше лавка самоцветов давала дейлик, при выполнении которого мы получали 200-300 золота. Теперь этого дейлика нет, и мы получаем ресурсы. Выполнение его ни к чему абсолютно хорошему не приведет. Так что третий слот, можно сказать, на ваше усмотрение. Перезайдем дальше на следующего персонажа, жреца. Там построен, в принципе, абсолютно такой же билд по зданиям, то есть без каких-либо изменений. Аналогично все сейчас также отправим, аналогично все также заигнорим, повскрываем и поюзаем что-либо. Скроем вещицы, продадим карту эту археологическую за 100 голды торговцу. Вышлим квест на нефть. Почему бы и нет? Вышлим квест на ресурсы, само собой, весьма хорошее количество. Тут хорошее количество ресурсов, здесь хорошее количество ресурсов. Тут тоже весьма неплохое. На шмоточку вышлим, еще на шмоточку вышлим. Первобытный дух, ну, потом, потому что шанс уже такой маловатый. Далее мастерская начертателя, вышлим само собой. Уборную нужно почистить, конечно. Чисти, чисти, чисти. Дальше. Все, кончились соратники. Высылаем. Ну и зайдя уже на жреца, посмотрим абсолютно все здания, как именно с ними уже можно работать. Как уже было сказано ранее, из таверны у вербовщицы раз в неделю можно доставать абсолютно любого соратника, какого нам только захочется. У всех соратников есть две способности на максимальном уровне и три особенности. Нам же нужна особенность увеличенные награды, профессиональный мародер. Увеличение количества ресурсов гарнизона, полученных за выполнение задания, на 200%. К примеру, если за задание мы получаем 40 ресурсов гарнизона, отправив соратника, взяв соратника с профессиональным мародером, мы будем получать втрое больше. То есть 42 плюс 200%. 42 плюс 42 плюс 42. То же самое, что 42 умножить на 3. Уроки математики небольшие. Берем абсолютно любого, какого хотим, но если мы используем какие-либо аддоны по типу мастер-плана или горизон-миссион менеджера, то можем в принципе прочекать абсолютно все, то, что какие у нас есть интересные способности у наших соратников, проанализировать, и каких нам не хватает для нейтрализации угрозы, того и взять. То есть, к примеру, если у нас мало на устранение угрозы мощнейшего удара, мы возьмем этого соратника. Ну, возьмем. Все, хорошо. Идем дальше. Дальше мы рассмотрим здание хлев. Большие здания нам не приносят дохода, а вот средние здания весьма полезны. Хлев. Очень ключевое здание в нашем построении гарнизона. Загрузив туда клетки с животными, мы будем получать роскошный мех, либо сырую шкуру зверя, либо дикие пиршества. Это пиры, которые использовались во времена Дренора. Собственно, нас они не особо интересуют, хотя, в принципе, без разницы, каких мы будем животных туда гнать. Самое главное, чтобы они были элитные. Ловим их в большом количестве, загружаем их в хлев. Обязательно ставим туда соратника через меню расстановки соратников, через меню построения зданий. И за каждое элитное животное, которое было загружено в виде клетки, в этот хлев, мы будем получать по одной дикой крови. Так как было поставлено 7 заказов, я получил 7 дикой крови. Заказы ставятся в этого мопца, так как у меня клеток на этом персонаже нету. Увы, сделать я это не могу. Смотрим дальше. Мастерская начертателя. Забираем краски, ставим новые краски. И краски сражений, которые мы получили с заказов, можно перегнать в карты знамения. Вскрывая их, можно получать эпические карты на 1000 голды, 3000 голды и 6000 голды. Это дело весьма рандомное. Заниматься этим на самом деле стоит, почему бы и нет. Собирая траву в травяном саду, мы спокойно можем ее реализовывать. И, в принципе, это весьма неплохо. Это пассивный голд, и если нам прокнет, то будет все весьма хорошо. С сумочек с утелем падают самые обычные вещицы, весьма дешевые на самом деле, использующиеся на трансмог. Также падают ресурсы гарнизона с малым шансом, в малом количестве. В текущий момент у меня упало всего лишь 23. Ну и шмоточки для соратников. Соратники также прокачиваются по итем-левелу, так же, как это было в легионе. И утиль поможет нам в этом деле. Далее. В тот момент, когда мы абсолютно все собрали, абсолютно все скрафтили, мы, как всегда, возвращаемся в гарнизон, не забываем собирать гарнизонный склад. Максимум его 500, заполняется он, насколько я правильно помню, за 3 дня. На других персонажах это можно будет отследить, тут почему-то нету менюшки гарнизона. Ну а вот он, стол архитектора, о котором шла речь, с помощью которого можно раскидывать соратников по зданиям. Обязательно должен сидеть в мастерской начертателя один соратник, в хлеву один соратник, ну а в какие-либо другие здания можете засовывать их по своему усмотрению. Зайду на мага, на нем делается в принципе основной контент, насколько я правильно помню. На нем вскрываются карты, так как у персонажа есть встроенный героизм, искажение времени маговское, а чем быстрее наша скорость произнесения заклинаний, чем больше у нас хосты, тем быстрее мы вскрываем карты, поэтому в Дреноре было весьма весело собираться всем вместе в одном гарнизоне и вскрывать карты. Это было классно. Посмотрим, что у нас тут за мага по квестам различным, которые нам сделали соратники. Ой, хорошо, как сумочки всякие, утиль, вещицы, там на трансмог, на продажу, ух, как классно. Так, что у нас здесь? Отошлем первобытный дух, отошлем вещицу, еще отошлем вещицу, отошлем ресурсы, еще вышлем ресурсы, и еще вышлем ресурсы. Окоченевшие руки героя, позволяющие апнуть этом левел соратников, тоже вышлем. И вот этот крест еще вышлем. Угу. Собственно, ресурсы копятся, казалось бы, все хорошо, все классно, куда их тратить? А, все просто. Мы выбегаем из гарнизона, довольные собой, довольные жизнью. Собираем еще немножко ресурсов, подходим к интенданту гарнизона, покупаем срочные выполнения заказов для хлева, и при их использовании, одного свертка, который стоит тысячу ресурсов гарнизона, мы завершаем пять заказов в хлеву. Самое главное, чтобы к этому моменту были какие-либо заказы, поставленные, невыполненные. То есть, если у нас все сделано по фуллам, то толку нам юзать эти заказы. Бессмысленно. А если у нас, например, висит, то там 0 из 21, мы только поставили заказы на хлев, то почему бы и не поиспользовать. Клетки для хлева набираются очень быстро. Насколько я правильно помню, в Награнде, бегая рядом с сторожевым постом Могол, там очень много волков, и в принципе, собрав группу, можно очень быстро их нафармить. Процесс фарма очень прост. Инвайтим к себе людей, ну, четырех человек, да, получается, группу формируем, самое обычное, потому что все это дело шариться на группу, и спустив волков до 50% хп, мы кидаем под них ловушку, которая берется в хлеву. Использовав эту ловушку и заведя наполовину раненого волка в ловушку, мы получаем итем. Получаем итем, о котором речь шла ранее, и закидываем его в заказы. Самое главное, конечно, не забыть поставить соратника. Соратник самый обычный, стандартный золотогриф-свежеватель, берется в точке на гранда, и, насколько я правильно помню, в гавани железного кулака. Он будет сидеть сверху на одной из башен, и убив рядом мопца, капитана там, ордынского якобы, мы получим ключик. Вскрываем его клетку с помощью ключика, и он наш. У него сразу же есть особенность снятия шкур, которая позволяет закинуть его в хлев. Ну, а если вам лень это делать, то просто-напросто построите себе таверну, и по итогу вытащите оттуда любого соратника со снятием шкур. Да, конечно, там, при вытаскивании соратников через таверну они изначально 90-го уровня, и соратник 90-го уровня не будет приносить 100% дикую кровь при закидывании элитных существ в хлев, но раскачать на каких-либо заданиях соратников можно будет его очень быстро. Все так же аналогично собрали кровь, собрали краски, можно было бы, конечно, покрафтить карты, но дело это долгое, и заниматься этим в текущий момент не буду. Также, если говорить о хлеве, то получается так, что при сборе ресурсов с него мы получаем роскошный мех и сырую шкуру зверя, одно из двух, смотря каких животных вы будете ловить. Если волков, то роскошный мех, если бегемотов, то сырую шкуру зверя. Второй реагент идет на барабаны, даже в текущий момент актуальные, ну а первый реагент может выйти на сумки, которые крафтят партняжники. Сумки, конечно, подешевели, и очень все грустно на самом деле. Зайдя на чернокнижника, стоит поговорить о картах. Карты очень важный, но хоть и рандомный способ заработка. Потребуется много травы, потребуется много ресурсов, если мы реально хотим вывести с этого ну хороший весьма такой доход с целью увеличения наших золотых запасов. Есть весьма интересный крафт. Собственно, первый, который является с однодневным кд 10 голубого красителя, и мы получаем 20 красок сражений. Также есть безкдшный крафт, он покупается у торговки травой. В гарнизоне есть торговцы определенные, которые меняются раз в день. И мопцы, конечно, меняющиеся раз в день. У каждого игрока они разные. К примеру, на чернокнижнике у меня стоит мурадин. У какого-либо другого игрока, который сегодня придет в гарнизон, будет стоять какой-либо другой моп, например, к примеру, там, торговка шкурами, торговка травой, торговка мехом, торговка пылью. И у этих уникальных торговцев будет продаваться какой-либо уникальный рецепт, связанный с определенной профессией. К примеру, торговка травой будет продавать рецепты для алхимии, а также рецепты для начертания. И один из этих рецептов для начертания и есть дух войны, который позволяет абсолютно бескдешно крафтить краски. Это слишком сильно и слишком полезно. Первобытный дух, да, можно сказать, абсолютно со всего набирается. Можно также у этих торговцев выменивать ресурсы. То есть, к примеру, подойдя к торговке мехом, мы можем выменять пять роскошного меха в любом количестве, без ограничений. То есть, хоть сколько угодно таких операций можно сделать. Пять роскошного меха на один первобытный дух. И если это дело словить, то, в принципе, можно получить очень большое количество первобытного духа. Ну, а голубой краситель можно уже получить измельчение травы, самой обычной дренорской, которая собирается с травяного сада. Также зашли на персонажа, купили срочные заказы для хлева, продали все самое лишнее, забрали заказы с хлева, если они есть. так как я долго не играл на этих персонажах, сколько? Года два, наверное, три получается после того, как на городу не ушел. Клеток нету, ничего нету абсолютно. Также забираем заказы, которые сделались в лавке начертателя, выкладываем новые заказы и обратно все, то есть более нам никаких действий не нужно. Зайдя на следующего персонажа, монаха, можно увидеть небольшие отличия в построенном гарнизоне. Вместо хлева стоит торговая лавка. Все логично, все так и нужно, все по гайдам, тем, которым я еще давно-давно делал. Собственно, на хотя бы одном персонаже в игровом мире стоит построить торговую лавку. Как вариант, с целью удобства можно запихнуть туда себе аукцион и вообще никуда не выходить из гарнизона и находиться в нем как в своем маленьком мире со своей экономикой. Как вариант, почему бы и нет. Также при построенной торговой лавке хотя бы первого уровня можно выменивать дикую кровь в количестве одной штучки на мешочки с золотом. Эти мешочки с золотом содержат по 50 золота каждый и таким образом одна дикая кровь это 50 золота в день делается 6 заказов 6 заказов 6 дикой крови в хлеву мы получаем с этого 300 золота 300 золота в день казалось бы мало да ну это действительно мало в текущий момент но если это с многих персонажей то получается еще и весьма неплохо также тратя ресурсы гарнизона мы получаем дополнительную кровь путем выполнения дополнительных заказов это классно также мы получаем дополнительный мех либо шкуру зверя то есть все зависит от того каких животных вы ловите и по итогу если очень много у вас соратников с профессиональным мародером сборщиком утиля это небольшая его такая лайтовая скажем так версия которая позволяет лишь на 100% больше лутать ресурсы гарнизона то можно получить очень большое количество ресурсов гарнизона и по итогу просто-напросто разогнать хлев в большом количестве по получаемой крови а это весьма неплохо чем больше мы получаем крови тем больше мы делаем чистой голды да конечно со всего этого выльется очень большое количество лишнего роскошного меха но его можно выменить на первобытный дух а если у нас будет много первобытного духа то мы сможем в большом количестве крафтить карты если мы сможем крафтить в большом количестве карты то мы можем проверить свой рандом свою удачу и возможно получить большое количество голды вскрывая карты почему бы и нет на самом деле очень давно все это я делал мастерская начертателя забираем краски ставим новые ну и можно покрафтить карты само собой подытожим строим таверну третьего уровня тягаем соратников получаем классные квесты получаем много ресурсов гарнизона с целью того чтобы покупать срочные завершения заказов для хлева в хлев садим соратника обязательно сотого уровня посадить его можно только с особенностью снятия шкур ни с какой-либо другой фармим большое количество клеток закидываем клетки завершаем их с помощью срочного выполнения заказов хлева дикую кровь которая у нас получилась с хлева мы перекидываем на какого-либо персонажа на котором построена торговая лавка в этой торговой лавке мы делаем простую манипуляцию на обмен окровавленных мешочков с золотом получаем чистую голду роскошный мех или сырая шкура зверя которые у нас получились также с заказов хлева мы перекидываем на какого-либо персонажа начертателя дожидаемся самых обычных торговок мехом или торговку шкур ждем и вымениваем на первобытный дух закупаем траву либо собираем со всех персонажей каких у нас только есть дробим ее получаем голубой краситель все абсолютно выкидываем в краски сражений делая бескдшные краски крафтим карты получаем большое количество карт вот и все чистую голду мы получаем при вот таких вот манипуляциях на самом деле весьма сложно но в принципе поделав так весьма небольшое количество времени вы к этому привыкнете и можно будет получать весьма хорошее количество голды а если так посчитать то получается если с хлевом мы получаем по 300 голды в день то без использования срочных завершений заказов хотя это глупо все равно их придется юзать мы получаем 9000 голды в месяц с одного персонажа используя срочные завершения заказов там примерно может быть выйдет у вас 30 тысяч ресурсов гарнизона 40 тысяч ресурсов гарнизона вы купите ну столько итемов что вы сможете купить себе 30-40 этих срочных завершений заказов и по итогу это будет 150-200 заказов что равняется 150-200 крови а это 7500 тире 10000 голды также еще карты ну в принципе на самом деле тысяч я думаю 30-40 с одного персонажа получать можно в текущий момент хоть даже и задания на голду срезаны у соратников но это компенсируется ресурсами гарнизона и такими вот интересными найденными мною нюансами всех вам благ счастья здоровья берегите ноги